здравствуйте сегодня в этом обзоре я покажу шесть невероятно урожайных коктейльных сортов но не просто коктейльных скажу так там будут черри будут совсем маленькие томатики но они невероятно вкусные невероятно урожайные и я обязательно рекомендую попробовать вам всем у меня нет всех семян этих томатов я просто расскажу какие они на самом деле вкусные и вы пока еще не поздно можете попробовать такие же сорта у себя итак первый гибрид волшебная арфа это что-то невероятно потрясающее урожайное ничем не болеет можно сказать вообще не пропускает завязи не боится ни холода ни жары и при этом он очень очень сладкий это гибрид еще раз напомню волшебная арфа я буду обязательно сажать его в этом году и я рекомендую его обязательно тоже вам сажать его можно приобрести на вэлборис или на озоне я его не рекламирую он мне просто вот невероятно понравился и я обязательно посею его еще пять кустов потому что это вот что-то такое вкусненькое и он достаточно рано начал спеть уже в начале июля появились первые кисти очень он мне понравился итак второй сорт голубика его еще называют черника тоже невероятно сладкий вкусный урожайный я бы рекомендовала его вести в два в три ствола при этом он не теряет урожайность у него большие кисти они спеют снизу вверх с разницы примерно где-то одну-две недели очень сладкий невероятно просто вот как мед такие сочные и при этом могут лежать около месяца не быстро портится очень вкусный такой сорт и так третий сорт диковинка этот черри у меня есть наличие семена его если вы хотите напишите мне в комментариях я скажу как их приобрести невероятный просто вот волшебный куст усыпан просто плодами плоды как конфетки сладкие очень вот мясистые вкусные я с одного вот такого куста собрала целое ведро он очень хорошо завязывает не скидывает завязи при этом очень вкусный из минусов я бы сказала что он портится в течение двух недель поэтому его надо сразу съедать очень вкусный и так еще один сорт золото амишей коктейльный такой сорт тоже вот вот прям как мед сладкий мясистый высота куста его больше двух метров он довольно высокорослый плоды у него бывают двух цветов от желтого до красного когда он краснеет он вообще в полную зрелости как мед желтый они просто сладкие а вот красный прям сплошной сахар из минусов я заметила что в сибири он при понижении температуры до нуля скидал завязи но это особенность сибирского региона это всего была одна кисть ничего страшного не случилось при этом урожайность два ведра с куста очень хорошие томаты потрясающие просто рекомендую попробовать очень вкусные у меня тоже пока есть семена еще один сорт сумасшедшие вишни баре это лиана кисти видный такой сорт потрясающий дает до двух трех килограмм с одной кисти отлично завязывает плоды неплохо четыре кисти может завязать в сибири если вы живете в более теплом регионе у вас может наверное быть пять кистей может и шесть огромные кисти кто-то говорит их подвязывает из и суши дома хранит дома но томатики опадают с кистей поэтому я не знаю как как многие сушат смотрите вот хорошие кисти завязал но не все кисти успели созреть до конца августа сибири я собираю томаты уже концу августа поэтому не все кисти созревают очень вкусные и сладкие не такие они кстати очень легкие очень долго лежат по крайней мере три месяца с ними ничего не случилось они не гниют не портятся очень так хороший интересный сорт и последний сорт шоколадный зайчик я раньше называла что это шоколадный зайка или заяц на самом деле это зайчик до американская селекция и поэтому сложно было перевести что же там за зайчик в общем очень вкусные сладкие бордовые сливки невероятно сладкие они годятся для вели не соления салатиков с ними можно делать что угодно они еще при этом достаточно хорошо и долго лежат похож на сорт на черный мавр на де барау черный но в целом такой же неприхотливный хорошо долго лежат у меня есть семена данного сорта если хотите напишите в комментариях очень мне нравится и семян от него всегда очень много это сорт вот если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена